75 американских компаний следят за смартфонами пользователей в США. К такому выводу пришли журналисты New York Times. По данным издания, под контролем находятся 200 миллионов устройств в Америке. В среднем каждые 20 минут они передают данные о местоположении. А в некоторых случаях и еще чаще, до 14 тысяч раз за день. Причем с точностью до нескольких метров. В качестве примера издание приводит историю 46-летней учительницы математики из Нью-Джерси. Каждое утро она ездит на работу в школу. Ее передвижение подробно записано в базе данных. Есть, например, информация о посещении стоматолога, друзей и так далее. В общей сложности более 8 тысяч пунктов за 4 месяца. Где-то она появляется реже, где-то чаще, но карта путешествий выглядит впечатляюще. И такая подробная информация на 200 миллионов устройств по всей стране. Эксперт утверждает, что такой массив сведений используется рекламными компаниями. Отслеживая передвижение, зная ваши любимые места и предпочтения, рекламодатели предлагают рекламу, которая ориентирована именно на вас. Например, если вы регулярно посещаете фитнес-центр, то, очевидно, вас заинтересуют спортивное питание или новые кроссовки. По данным New York Times, объем рекламного рынка, который ориентирован именно на геолокацию, оценивается в Соединенных Штатах в 21 миллиард долларов. Казалось бы, новостью называть это трудно, ведь каждый из нас, устанавливая то или иное приложение на смартфон, соглашается с определенными условиями. Но вот, как утверждают некоторые эксперты по информационной безопасности, часто в этих правилах не всегда прописано, что наши с вами данные о местоположении будут проданы сторонним компаниям. Из этих компаний не исключены всякого рода утечки. Насколько это опасно? Поговорим с экспертом по кибербезопасности из Израиля Алексеем Росовским. Алексей, я вас приветствую. Добрый вечер. Алексей, ну вот... У нас вечер. Да-да-да, добрый вечер. А вот, исходя из вот этой статьи, публикации, да, расследования газеты New York Times, насколько действительно все это выглядит серьезно? Насколько действительно оправдано вот это предположение о том, что 200 миллионов устройств каждые 20 минут передают информацию о геолокации, о передвижении каждого из нас на эти серверы и собирают большой огромный массив данных? Это действительно так? Ну, это не просто действительно так. Вообще вся эта система, она отчасти была придумана для того, чтобы собирать все эти данные. Как вы считаете, откуда берутся продукты бесплатные, такие как сервисы Google? Это как бы... У них же должна быть какая-то бизнес-модель, они же должны за счет чего-то собирать деньги. То есть есть огромное количество приложений, сделанных для Android или для Apple, цель которых не брать с вас напрямую деньги или даже не показывать вам рекламу. Ну, скажем, приложение, которое показывает вам, какая сейчас погода в вашем городе. Оно так мило, незадачливо спрашивает у вас, где вы находитесь, разреши мне, пожалуйста, видеть твою геолокацию. И наивный пользователь, не задумываясь, конечно же, разрешает, потому что после этого он будет в реальном времени видеть, какая локация в его регионе. Что происходит дальше? То приложение, которое вам поставляет эту информацию, ему ведь нужно на какие-то деньги существовать и приносить прибыль, значит, где-то должна быть бизнес-модель, которая приносит ему деньги. Вот здесь выступает все то, что называется Big Data. Это приложение, установленное у тысяч пользователей, передает информацию об этих пользователей без таких личных данных, как имя, телефон или, не знаю, номер social security или удостоверение личности. И с этой информацией рекламодатели могут делать все, что они захотят. То есть в рамках политики конфиденциальности, которая, тем не менее, не исключает того, что вот таким вот элементарным исследованием можно вычислить, кто каждый, вот каждого конкретного человека, в принципе, достаточно легко можно вычислить, если к этому достаточно методично подойти. Вот пример этой учительницы, он очень показателен, потому что достаточно посмотреть, где человек ночевал, на каком адресе это происходило, где он работает. Дальше используя даже открытые источники, в принципе, не очень сложно выяснить, кто именно этот человек. То есть, в принципе, это такой легальный шпионаж, о котором мало кто задумывается. Алексей, я предлагаю подключить к нашему разговору эксперта по высоким технологиям, эксперта по кибербезопасности. Алекс Апацари. Алекс, я вас приветствую. Слышите ли вы студию? Да, здравствуйте. Я слышал то, что говорил Алексей. Да, Алекс, вот смотрите, вот вопрос от дилетанта, да. 14 тысяч, вот в некоторых случаях, да, раз смартфоны за сутки передают информацию о геолокации. Ну вот такое впечатление, что это вроде как бы невозможно, потому что если бы это происходило на самом деле, то наши бы телефоны разряжались бы, наверное, через два часа после использования. И вот такой огромный массив информации вообще, вот с точностью до метра, вот как утверждает New York Times. На самом ли деле вот это сейчас возможно, вот с современным уровнем развития технологий? Я думаю, что пользователям надо перестать воспринимать смартфон как нечто необычное, некий отдельный совершенно гаджет и начать воспринимать его как компьютер, который всегда подключен к интернету. То есть этот смартфон, этот маленький гаджет ничем, по большому счету, архитектурно не отличается от тех персональных компьютеров, за которыми мы работаем. В нем есть процессор, в нем есть память, в нем есть сетевые интерфейсы. И этот компьютер, он всегда подключен. Он нету, как у ноутбука, допустим, закрыли крышку и он не работает. Этот смартфон всегда что-то в интернет передает и всегда что-то из интернета получает. И вот эти все маленькие приложения, погодные приложения или там какие-то другие, которые предназначены не просто для показа локальной рекламы или местных новостей, они пользуются тем, что смартфон все время что-то где-то передает и, так сказать, параллельно запрыгивают на эту тележку и тоже передают свои данные куда-то на сервера создателей этих приложений. Вот смотрите, Алекс, да, создатели приложений, многих мы каждый раз получаем уведомления, что мы согласны с тем, что наши, в том числе и геолокации, наши какие-то данные будут использованы. В принципе, многие из нас, не понимая этого, соглашаются с этим. Но вот смотрите, каждый раз, оправдываясь, вот эти компании, которые собирают всю эту большую информацию, говорят о том, что вся эта информация анонимная. То есть, да, есть информация о передвижении того или иного смартфона, но при этом она не связана никак с персональной информацией. То есть нет при этом данных о имени, фамилии, дате рождения, тем более в Соединенных Штатах, например, номера социального страхования и так далее. Но, в принципе, это, мне кажется, не выдерживает никакой критики, потому что достаточно проследить, где человек чаще всего проводит вечер или проводит утро, и достаточно понять, что это его дом, и узнать, кто там живет, и сопоставить эту информацию, это дело нескольких минут сегодня. То есть, в принципе, эта информация не анонимна, правильно я понимаю? Ну, вы понимаете, дело в том, что для меня или для вас эта информация действительно анонимна, потому что если где-то разработчик погодного приложения собирает данные о местоположении тех или иных пользователей, мы не можем просто так взять и выяснить эту информацию. Разработчику тоже, скорее всего, не очень интересно узнать, где ночует Алекс Пацай и куда он ходит на работу. Но проблема как раз в том, что очень часто вся эта информация попадает в руки совсем не тех людей, которым она предназначалась. Мы постоянно слышим новости об очередном взломе, очередной утечке информации. Вот последние новости – это 500 миллионов записей у Мариотта, которые утекли. И, соответственно, проблема в первую очередь вот в этих агрегаторах данных, которые собирают эти данные, и мы не знаем, во-первых, для чего они их собирают, как они их хранят, какие условия безопасности они обеспечивают этим данным, ограничивают ли они доступ сотрудников к этим данным, контролируют ли они доступ этих сотрудников. Потому что при желании какой-нибудь спецслужба может подкупить, например, сотрудника такого коллекционера данных, забить адрес конкретного человека, посмотреть, отмечен этот человек на точке по этому адресу или нет, и дальше проследить уже за местоположением этой точки во всех остальных местах, которые есть в базе данных. И таким образом, по сути, организовать слежку за определенным человеком. Вот смотрите, один из вопросов, наверное, к вам, Алексей. Одна из компаний из этого списка 75, которые в Америке собирают вот эти именно данные о локации, даже недавно опубликовала вот такое исследование. Если есть возможность, я думаю, что мы можем показать, это карта, там собраны результаты сбора данных о геолокации во время инаугурации Дональда Трампа. Так вот, там отмечены точками люди, которые стоят, это данные с тех же самых смартфонов, от тех людей, которые находились на вот этой аллее перед капиталистским холбом. И, собственно, там есть же также отмечены точками те же самые смартфоны, которые были рядом в нескольких метрах от Дональда Трампа, когда он выступал со своей речью. То есть, в принципе, ориентируясь на эту информацию, можно отследить, как мы помним, рядом с Дональдом Трампом были самые высокопоставленные руководители Соединенных Штатов. То есть, в принципе, таким образом можно отследить телефоны и в том числе и руководителей государства. Правильно я понимаю? Ну, я уверен, что это, в общем, уже кто-то обязательно и делает. На месте какой-нибудь спецслужбы я бы не стал никого покупать, я бы просто создал фиктивную рекламную кампанию, которая бы абсолютно легально приобрела эти массивы данных в масштабе стран. Скорее всего, они так и поступают. В результате, действительно, кого может интересовать, кто стоял рядом с Дональдом Трампом? Ну, я полагаю, что в первую очередь это спецслужбы и какие-то политические или псевдополитические организации. Их, конечно, интересует, у кого там какой номер телефона, с чем он занимается, куда он ходит. И на самом деле это, как бы, ну, можно так сказать, недосмотр спецслужб, которые должны этих лиц охранять, защищать их информацию, поскольку она чувствительна, например, для безопасности Соединенных Штатов. То есть, в данном случае это, наверное, недосмотр NSA. Алексей, ну вот смотрите, в том же самом расследовании, например, New York Times говорится о том, что, например, пациенты, которые приезжают на скорой помощи, да, там, в травмпункт, в приемный покой скорой помощи, да, они сидят там в ожидании врачей и уже получают на свои телефоны рекламу, да, получают те же самые баннеры, в которых им предлагаются услуги адвокатов, которые помогают выбить деньги, да, или отсудить деньги тем, кто пострадал в результате каких-то травм, аварий и так далее. То есть здесь, я так понимаю, возникает вопрос этический, насколько, вот где вот эта вот граница этического использования персональной информации, когда человек, может быть, не хотел бы, чтобы кто-то знал о том, что он приехал в травмпункт, или, например, он ходит к психиатру, к психологу, например, да, может быть, человек это скрывает. То есть есть ли возможность как-то ограничить, чтобы ваш телефон не передавал информацию к каким-то тем или иным компаниям, тем или иным сервисам? Так, ну, во-первых, отвечу по этической стороне дела. Во-первых, давайте постараемся посмотреть на это под немного другим углом. Сейчас небольшая присказка из своего личного, к сожалению, очень грустного опыта, из совершенно аналогового мира, когда у вас умирает кто-то в семье, буквально на следующий же день вам начинают названивать из компаний, которые предлагают памятники. То есть я понятия не имею, как к ним попадает эта информация, но уже на следующий день... Ну да, я могу сказать, что это происходит даже не на следующий день, а через несколько минут, даже не в часах. То есть вопрос, эпично это или нет. Но, оглядываясь назад, я хочу сказать, что вот именно в то самое время, когда никому из нас не приходило в голову, где сейчас искать эту компанию с памятниками, и в конечном итоге это даже облегчило ситуацию, потому что нам не пришлось их искать именно в эти тяжелые моменты, и они пришли к нам сами. То есть да, возможно, это было доставучее, но это в конечном итоге помогло и нам, если посмотреть на это, опять же, оглядываясь назад. Теперь войдем мы в голову того человека, который сидит в травмпункте. Очень может быть, что многим из них действительно понадобится адвокат, смотря при каких обстоятельствах они эту травму получили. И они очень скоро начнут этого адвоката искать. Поэтому совершенно не обязательно, что это плохо, что они получают рекламу о том, что есть адвокат, готовый предоставить им эту услугу. Ведь сам адвокат не знает, что в данный момент там находится пациент по имени Вася Пупкин, которому вот сейчас нужны, обязательно его могут быть нужны его услуги. Он этого не знает. Точно так же, как этого не знает, в принципе, никто. Это условно-анонимная информация. Почему я говорю условно-анонимная? Потому что таким товарищам, которые сделали вот эти исследования, если очень сильно этим заморочиться, то действительно можно каждого пинцетиком вычислить, посмотреть, кто ты, откуда, куда ты ходил. То есть это условно-анонимная информация. Ну и как бы давайте, наконец, посмотрим правде в глаза. Извините за пресловутое выражение. Но это действительно правда. В тот момент, когда мы положили себе в карман вот этого зверька, имя которому сотовый телефон, точнее смартфон, мы полностью отказались от своей анонимности. Потому что это самое лучшее в мире подслушивающее и шпионящее за вами устройство. У него есть все датчики. Там есть камера, там есть микрофон, есть ваши данные геолокации. При желании это можно взломать или просто получить от вас совершенно легальным способом. В тот момент, когда вы заходите в интернет и собираетесь пользоваться какой-то условно-бесплатной продукцией, которая просит от вас поделиться данными, в этот момент вы, в принципе, можете забыть о своей анонимности. Все обещания о том, что вам говорят, что вы останетесь анонимными, это нужно воспринимать, что называется, limited. То есть это с ограниченной ответственностью. Потому что это анонимные до вставьте нужное слово. То есть обязательно будет это условие до. Как себя от этого защитить и можно ли вообще? В ряде приложений, скорее всего, защитить себя не получится вообще, потому что в противном случае оно просто откажется работать. Если постоянное подключение геолокации – это условия вашего функционала, как, например, в случае с GPS-навигацией автомобильной, попробуйте отказаться от GPS-локации в момент, когда вам куда-то нужно доехать. Вы просто не можете этого сделать. Но в ряде других аппликаций вы можете, например, отказать аппликации в доступе к вашей геолокации. У некоторых аппликаций это совершенно не является обязательным условием. Конечно, никто не будет читать эти простыни текста условия пользовательского соглашения, в которых там всеми маленькими буковками пишется, что еще посмотрите нашу такую-то полиси, посмотрите нашу такую-то полиси. Никто, кроме адвокатов, не будет в этом копаться. То есть нужно просто не лениться. Изучать в интернете есть большое количество четких инструкций о том, как сохранить свою информацию. То есть начиная с того же Google. Можно зайти в Google, в определенный агрегатор всего, что связано с твоей личной информацией, и самому назначить, какую информацию ты о себе разрешаешь собирать, какую информацию ты о себе не разрешаешь собирать. У меня, например, на телефоне геолокация, вот именно сам GPS, датчик, он включается исключительно в ситуациях, когда я им пользуюсь. То есть если мне нужно куда-то поехать с навигацией, я включаю GPS. Как только я выхожу из машины, я выключаю GPS. Я скажу вам честно, я это делаю не потому, что я боюсь, что за мной следят, а потому что GPS просто съедает много батареи. Но если вы беспокоитесь о том, что за вами могут следить, то почаще отключайте свой GPS и проверяйте, какие из ваших данных в данный момент являются доступными тем или иным аппликациям. Спасибо большое. Алексей Росовский был у нас в прямом эфире. Алексей, большое спасибо. Алекс, последний, наверное, вопрос к вам. Вот смотрите, да, действительно собирают такой большой объем данных. А насколько скептики, например, могут сказать, что и что собирают компании, компании собирают данные о том, куда я хожу, какие места я часто посещаю, какие места я редко посещаю. Но где тут могут быть злоупотребления, какая опасность может мне грозить, вот конкретно мне, например, от того, что кто-то знает, какие места я посещаю, куда я хожу и так далее? Ну, вот знаете, один из самых таких часто встречающихся мифов о кибербезопасности индивидуальных пользователей, это то, что Facebook подслушивает микрофон смартфона или через микрофон компьютера, когда пользователь заходит через веб-сайт, и поэтому на Facebook буквально сразу же после обсуждения какой-то темы появляется соответствующая реклама. Пользователи зачастую даже не догадываются, сколько различных методов слежки за ними существует, и они просто делают даже эту подслушку через микрофон ненужной, не говоря уже о том, что это технически очень сложно обрабатывать такое количество аудиозаписей. Но тем не менее мы постоянно встречаем вот эти жалобы, сколько можно, сделайте как-нибудь так, чтобы за мной не следили, чтобы мне не показывали рекламу, которую я там не хотел, не спрашивал, а мне ее суют постоянно. То есть пользователи это действительно беспокоит. И тех, кого беспокоит их частная жизнь, их частная информация, это подобная слежка, в том числе за местоположением, тоже должна беспокоить, потому что, ну, все-таки сегодня это просто реклама, а завтра это какая-то навязчивая услуга, от которой будет невозможно отписаться, потому что вы просто не знали, что, соглашаясь на работу этого приложения, вы подписались на ту или иную услугу с уведомлениями или рекламой. Я бы хотел просто еще добавить к тому, что говорил Алексей, что действительно просто на каждом смартфоне, будь то Android или iOS, можно указать буквально каждому приложению, будет это приложение иметь доступ к данным о геолокации или не будет. Причем в iOS это даже сделано чуть более гибко, то есть у пользователей iPhone они могут указать, что приложение получает доступ к данным о геолокации только когда оно работает. То есть когда оно в фоне, оно данных о геолокации не получает, и, соответственно, эту информацию никуда передавать не может. Ну, смотрите, Алекс, тогда возникает вопрос. Хорошо, спам, понятно. Ну, например, если мы говорим об утечке тех же самых персональных данных или кредитных карт, например, из того же самого Мариотта, да, понятно, были похищены данные кредитных карт, могут быть мошеннические операции, да, с наших счетов могут исчезнуть там тысячи долларов. Но здесь получается самый плохой результат, да, самое отрицательное, да, последствия этого, вот этого наблюдения, да, тоже сбора информации о нашей геолокации, это то, что мы получим какую-то рекламу, и все. Это для частных пользователей. Например, если мы говорим о сотруднике, который работает на атомной электростанции, как было показано в примере в той же статье New York Times, да, то есть с помощью подобной информации можно вычислить, кто работает на этой станции, можно вычислить какой-то график работы, можно понять, какие другие люди там работают, можно попробовать через, например, уязвимый смартфон, который придет на эту атомную станцию, попробовать взломать сеть самой атомной станции. То есть тут уже начинаются такие вопросы более глобальные, чем просто чья-то конкретная конфиденциальность. Ну, правильно я понимаю, что, например, подобные сведения можно использовать для сбора, например, компромата на того или иного человека, грубо говоря, на политика, например, да, чтобы узнать, что он ходит, посещает всех или иных врачей, например, да, это психиатром, грубо говоря. Например, да, или же другой какой-то компромат, да, что человек ходит там по, ну, в трип-клуб, как я говорил, да, а на самом деле, а дальше мы приходим к вот этой истории про социальный балл, который внедряют в Китае, когда идет постоянная слежка за гражданами страны, и в зависимости от их поведения начинает формироваться тот или иной социальный уровень человека, когда, если человек, например, покупает алкоголь, его этот балл снижается, и он уже не может получить работу в госорганах, например, ему могут запретить перемещаться по стране, вот, а если человек ответственный и покупает памперсы, да, и эта слежка идет за ним, в том числе в магазине, то его балл повышается, потому что человек ответственный. Так и здесь вот эта информация о местоположении, она точно так же может влиять на подобные вот системы как раз социальных баллов. Ну, так или иначе, информация о нашем местоположении, да, информация о геолокации, того или иного смартфона, это лишь часть, да, то есть собирается информация о покупках, кредитных картах, о том, как мы ездим на метро, грубо говоря, да, то есть это собирается в один большой массив данных, исходя из которых уже система сама создает такой психологический портрет каждого из нас и предсказывает, что мы хотим в ближайшее время, да, и, соответственно, предлагает нам рекламу. Правильно я понимаю? Да, и такие примеры уже были, когда кому-то приходили поздравления о беременности еще до того, как человек сам об этом узнал, потому что алгоритмы уже вычислили, что вот это поведение человека соответствует его, там, соответствует поведению, которое обычно происходит у беременных людей. Или же, когда алгоритмы начинали делать выводы о том, что человек мог обладать какой-то другой сексуальной ориентацией, просто в зависимости от того, какие картинки он постил или какие посты он лайкал на Фейсбуке. И тут слишком много информации попадает к этим алгоритмам, и я считаю, что пользователям лучше все-таки задумываться о том, кто и как собирает они их информацию. Спасибо большое, Алекс Пацай, эксперт по кибербезопасности, был у нас в прямом эфире. Мы продолжаем.